У родственников пропавших без вести с боевого десантного корабля Новочеркасск просят образцы ДНК, чтобы опознать тела. Об этом изданию Астра рассказала мать находившегося на десантном корабле Новочеркасск 24-летнего Александра, который числится пропавшим без вести после атаки в СУ 26 декабря. Церемонии прощания с погибшими моряками, по её словам, ещё не было. Дончанка рассказала, как на её семью напали и увезли отца в неизвестном направлении. Отца девушки бывшего военнослужащего остановили по дороге в больницу, куда его везли с повторным инсультом. Неизвестные люди в камуфляже мужчину избили и увезли в неизвестном направлении. Женщина уже написала заявление в МВД и прокуратуру. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал к их освобождению. Несмотря на регулярные заявления прессы о том, что Россия готова к переговорам и заморозке линии фронта, ранее подобные мысли высказывал Дмитрий Медведев, а ещё раньше сам президент России Владимир Путин. Более подробно об этих и других новостях мы рассказали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Арестованного рэпера в носке Васио доставили в военкомат и вручили ему повестку. 7 января член ОНК Алексей Лобарев с коллегой проинспектировали московский спецприемник, в котором находился Николай Васио Васильев. Рэпер рассказал правозащитнику, что после 15 суток ареста его отвезли в военкомат у метро Белорусская. Там ему вручили повестку на 9 января, а затем отвезли в полицию якобы для профбеседы. После этой профбеседы Васильева отвезли в суд, где арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Признанное иностранным агентом экологическое издание Кедр закрылось после угроз героям публикаций. Кедр закрыт с начала года из-за того, что людям, которые давали нам комментарии, стали поступать угрозы инагентством, в том числе от небезызвестной Анны Коробковой. «Мы не можем подставлять спикеров», прокомментировал ситуацию главред издания «Иван Жилин». За почти два года СВО профессиональная доносчица Анна Коробкова написала уже более полутора тысяч доносов на антивоенных активистов и медиа. Филипп Киркоров заявил, что собирается передать свой гонорар за участие в новогоднем шоу на НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки в Белгородской области. В 2023 году в России заблокировано 70 тысяч интернет-ресурсов с фейками о Вооруженных силах Российской Федерации и органах власти. Генпрокуратуре заявили, главной целью недружественных государств и их пропагандистов остается дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции и органах власти страны. А в преддверии осенних выборов усилился поток информации о якобы нарушениях, допускаемых в ходе выборов всех уровней. В предвыборном штабе Путина заявили о более чем 1 миллионе собранных подписей в поддержку его самовыдвижения. Подписи из 58 регионов России в поддержку кандидатов президента Владимира Путина поступили в его центральный избирательный штаб, сообщила сопредседатель штаба Марина Илысенко. Хабаровские активисты стали устраивать внезапные митинги в разных случайных местах города. После регулярных задержаний протестующих на Комсомольской площади Хабаровска активисты стали собираться в разных местах. Каждый день новогодних праздников активисты меняют свое местоположение. Если раньше на одну пожилую женщину в центре города приходилось по двое силовиков, то сейчас активисты успевают выполнить свой гражданский долг до приезда полицейских. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова